Духовая оркестра Духовая оркестра Духовая оркестра Духовая оркестра Все происходящее на стадионе неизменно производит большое впечатление и на тех, кто приходит на праздник каждый год, и на тех, кто побывал здесь впервые. Жалко, что сегодня приехал и сегодня уезжаю. Но я не жалею о том, что я приехал сюда и увидел такой грандиозный праздник, посвященный 363 годовщине города Нового Оскола. Новая Оскола – это моя родина, во-первых. Я в восторге от такого большого праздника, от такого великолепия. Мне очень нравится здесь. Я каждый год бываю на этом празднике. В общем-то, здесь я только могла увидеть такой замечательный праздник. Даже у нас в Сочи нет такого грандиозного торжества. Далее праздник продолжился в городском парке. Здесь развернулась сельскохозяйственная выставка. В такую жару особенно многолюдно было у бассейна Шараповского рыбопитомника. Но не остались без внимания и другие выставочные павильоны. Особой популярностью пользовалась лавка мастеров. Впервые на празднике города такой богатый ассортимент новооскольских сувениров. Их теперь можно не только посмотреть, но и купить. Торговля идет неплохо. Народ, в принципе, ошарашен тем, что есть у нас такая лавка, что можно приобрести товар. Это не просто выставка. Хотя интересуется, это просто выставка, нет, цены есть везде. В парке также работали аттракционы. Шла розничная торговля. А на сцене большой праздничный концерт. Интересной была и вечерняя программа праздника. На городской площади выступили как новооскольские коллективы, так и гости из Белгорода. Давно полюбившийся ансамбль Белогория. А на вечерней дискотеке зажигали уже московские звезды. Вокальный ансамбль «Песниры» порадовал и старый млад живым исполнением знакомых песен. «Песниры» 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 Михаил Долженко, Дмитрий Ковалев, телекомпания «Новая спорта». «Песниры» «Песниры»